У нас это отделение неврологии для пациентов, перенесших сложные, тяжелые мозговые катастрофы. Это острое нарушение мозгового кровообращения. Пациенты разнопланового возраста, к сожалению, после ковида болезнь очень омолодилась. От 40 до 90 лет. Последняя пациентка у нас была 100-летнего возраста. Инсульты есть. Это острое нарушение мозгового кровообращения. Последствия инсультов практически одни и те же у всех. Это снижение жизни качества, это парализация, нарушение речи, то есть отсутствие качественной полноценной жизни. В группе риска по острому нарушению мозгового кровообращения больные с гипертоническую болезнью, особенно по плохо контролируемой, с сахарным диабетом, врожденными генетическими заболеваниями, тромбофилиями, антифосфолипидным синдромом, больные необследования, которых мы выявляем, стенозирующие атеросклерозы брахиоцефальных артерий. Либо острая ситуация у молодых, связанная с какими-то наследственными заболеваниями, приемом противозачаточных препаратов. Да, к сожалению, прием противозачаточных препаратов очень часто ведет к различным тромбозам. Тромбозам церебральных сосудов, фенозным тромбозам. Поэтому желательно перед приемом противозачаточных препаратов, как и других гормональных, исследовать хотя бы модальную коглограмму. Ну и неужели я не говорю о том, что есть заболевание, так называемые генетические тромбофилии, которые должны обследоваться очень тщательным образом, потому что человек нуждается в приеме определенных препаратов пожизненно. У нас это расформированный региональный сосудистый центр. Наше отделение входило в состав регионального сосудистого центра. Здесь мы сейчас функционируем как первичное сосудистое отделение. Пациенты, въезжающие до 4,5 часов, до 6 часов, более суток, разную помощь оказывают, мы оказываем. Все больные, въезжающие до 4,5-6 часов, проводим либо тромболизис, либо сейчас, с учетом того, что сосудистого центра нет, мы переводим на базу региональных сосудистых ближайших центров. Вот сейчас мы, женщину молодую, с 44 лет, провели тромбоэлитическую терапию и перевели в региональный сосудистый центр города Красногорска, выявив у него оклюзию магистрального сосуда. Тромболизис – это введение препаратов, которые как бы рассасывают тромб в месте его образования. То есть если человек приезжает до 4,5 часов, то есть возможность восстановить, лизировать этот тромб, и человек просто без дефекта может уйти домой. И у нас такие случаи есть. Но сейчас пациенты, въезжающие с подозрением на оклюзию крупного сосуда, как правило, сейчас сразу госпитализируются в региональный сосудистый центр. У меня проблема выбора профессии не состояла. У меня врачом-неврологом была моя бабушка, которая в 41-м году закончила Первый Московский медицинский институт, сразу ушла на фронт. То есть я, считайте, в неврологической семье на протяжении многих лет, практически со школьной скамьи. Я тоже закончила Первую Московскую медицинскую академию, тогда она называлась. Сейчас это Первый Московский медицинский университет. Закончила ординатуру на базе Департамента здравоохранения города Москвы. Работала практически всю свою жизнь в городской клинической больнице имени Боткина. В область перешла по семейным обстоятельствам. Врачи-неврологи инсультные занимаются острыми церебральными катастрофами. А так неврология – это очень большая, очень интересная, очень сложная специальность. Она занимается центральной нервной системой, периферической нервной системой, вегетативной нервной системой. Но вот у нас был очень интересный случай. У нас в Одинцовскую областную больницу, когда мы еще функционировали, там поступила женщина с нарушением глотания, с разглазодвигательным нарушением и с нисходящей, возникающей остро-возниженной слабостью в руках и в ногах. То есть очень нестандартная ситуация. Пациентка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, была установлена гастростома, тут практически функции глотания не было. То есть больная пролечена, ей выставлен диагноз острой воспалительной больной рапотии нисходящего типа. Через полгода она пришла ко мне, совершенно здоровая, она была деканюлирована, у нее была установлена гастростома. Мы до сих пор общаемся. Ну так было много таких случаев. На самом деле у каждого врача за спиной очень большой перечень спасенных жизней, интересных случаев и так далее. У нас есть жесткие клинические рекомендации по каждому заболеванию, которые есть атипичные случаи и так далее, но у нас есть жесткие клинические рекомендации по каждому случаю, по симптоматике, по обследованию, лечению пациента. У нас на самом деле очень хорошее отделение, у нас хороший профессиональный состав врачей. У нас медсестры, которые работают на протяжении уже очень многих лет. У нас тяжеленное отделение, очень много лежачих больных, и при этом все врачи, все медсестры, никто не утратили пыла, азарта, сострадания. То есть больные уходят, говорят только спасибо. Я хочу сказать большое спасибо своему отделению, потому что, как вы сами понимаете, один в поле не воин. Когда у тебя за спиной штат профессионалов, то ты спокойно живешь, работаешь, получаешь удовольствие от работы. У нас давно уже не было смены специалистов, они работают уже на протяжении многих лет. Одни и те же профессионалы у нас. Вот сейчас один доктор в декретном отпуске, ну и остальные все тоже те же самые. Мы гордимся каждым случаем восстановления, потому что неврология инсультная, она подразумевает, есть ли это ВМП какая-то ситуация, либо полное восстановление функции, тромболизис, тромбоэкстракция, либо частичное восстановление функции. Конечно, мы стараемся, чтобы человек встал на ноги и хотя бы частично вернулся к своим профессиональным обязанностям и так далее. У нас дальнейшие планы, мы ждем открытия, конечно, регионального сосудистого центра, чтобы вернуться в обычную свою привычную работу, помогать людям. Великие наши физиологи давно доказали, что мозг функционирует от 7% до 20% у каждого человека. У людей, интересующихся, умных и так далее, мозг функционирует практически на 90%. И уже давно докажутся, что люди умные, интересующиеся, они живут значительно дольше. Поэтому неврология, она такая наука ума, надо знать очень много, она интересна. У нас очень много ассоциативных связей, очень много неизученного еще в головном мозге. Поэтому люди, интересующиеся, они пойдут в неврологию, потому что это реально, неврология – это наука и будущее тоже. Так как у нас инсультное отделение, мы занимаемся только нашими новыми методиками, но это только труболитическая терапия. К нам попасть только по скорой помощи. У нас инсультное отделение. Я бы не хотела сказать людям, которые сейчас нас увидят, да, если возникло головокружение, если нарушилась речь, резко снизилось зрение, слух, появилась неловкость, даже онемение в руках, в ногах, сразу вызывать скорую помощь. Не ждать, что это все пройдет и так далее. То есть сразу вызывать скорую помощь. А скорая помощь повезет уже по направленности, по маршетизации, ну, как положено уже. Редактор субтитров А.Семкин